На прошлой сессии Совета было предложено увеличить число депутатских мандатов. Из-за значительного роста населения возросло и количество избирателей. Теперь на территории муниципалитета будут работать 31 депутат. Также были внесены изменения в Устав муниципального образования. С учетом изменений федерального законодательства вносятся соответствующие изменения в статью 9 Устава. Это вопросы местного значения муниципального образования город-курорт Анапа. В частности, редакция пунктов 5, 9, 24 и 26, касающиеся дорожной деятельности, разработки и осуществления мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, обращение с твердыми коммунальными отходами, градостроительная деятельность, приводится в соответствии с аналогичными пунктами ст. 16.131 Федерального закона. Сейчас Анапа принимает участие в 7 национальных и 11 региональных проектах. В рамках этих программ оказывается финансовая поддержка предпринимателям, фермерам, формируется комфортная городская среда и строятся новые объекты. Так в следующем году будет благоустроен парк «70-летие Победы», а в хуторе «Большой разнокол» планируется установить спортивную игровую площадку. Задача рассчитана до 2024 года. 44 краевых программы. Выделены огромные деньги, но вообще на программы триллионы выделены денег. И поэтому наша задача – вот как можно больше этих денег, чтобы пришло в наше муниципальное образование. Поэтому мы будем регулярно ставить эти вопросы. Я думаю, что раз в год обязательно и будем анализировать, как наши управления профильные занимаются вот этой работой по привлечению средств и этих программ федеральных на развитие муниципального образования. В администрации курорта произошли кадровые изменения. Начальником отдела по работе с обращениями граждан стала Анна Антонова. Должность начальника управления по физической культуре и спорту занял Игорь Викулов, а управлением по взаимодействию со СМИ теперь руководит Ольга Родина. Решением Совета депутатов медалями за выдающийся вклад в развитие города-курорта будут награждены 8 анапчан. Среди них директор городского театра Татьяна Залезская, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Нина Ганина, директор гигиены плюс Анатолий Жюлев. Никита Бойко, Ксения Сипко, Анапарегион.